Здравствуйте! С вами программа репортера, я ее ведущий Евгений Луценко. Режиссер из Санкт-Петербурга приехал в Самару, чтобы найти друзей. Этой осенью Егор Чичканов планирует снять здесь фильм. Подробности проекта пока под секретом, но съемки пройдут с размахом. Чичканов участник многих международных кинофестивалей, в том числе и Каннского. Репортер узнал, почему талантливого режиссера так тянет на Волжские берега. И каково это встретиться с самим Спилбергом. История молодого человека, который умеет мечтать. Этот молодой человек был в тысячах точек планеты. В некоторых даже одновременно. Его день расписан на съемки, кастинги, деловые встречи и еще раз съемки. Егор Чичканов, восходящая звезда отечественного кинематографа. Это если пафосно. А так он просто самарский парень, который поехал покорять большой город и покорил. Но его сердцу милее Самара и эти некрашенные здания. Фактурно, душевно и главное, как из детства. Сделали премию за активное участие в творческой жизни университета. Премия называется «Егор». Это было вообще мега. Это вот эта самая крутая премия, которую я вообще либо получал. Сейчас молодой человек с глазами цвета моря – известный режиссер. У него к кино чувства возникли взаимные. Роман стал бурно развиваться на престижных конкурсах и вылился в самую романтичную поездку. Картина Чичканова вошла в программу Каннского кинофестиваля. По вспышкам можно четко понять, куда надо идти сейчас. А, понятно. Все. Без остановки. Ну, дорожки интересно смотреть. Само ощущение, что вот люди здесь. А я вот еще на позапрошлом фестивале, когда туда по другому поводу заезжал, видел Спилберга. Вот это было вообще. Собственно, дедушка, прям Спилберга. Все такое, это прям настоящий, с бородой, кепочки. Фильм «Должностные обязанности» участвовал во внеконкурсной программе «Короткого метра». Картина со звуком тишины. Все события происходят без слов. Герои фильма-бандиты собираются грабить квартиру. В результате сами кормят голодную кошку и моют посуду. Егор сам не поверил, когда ему пришло предложение на 68-й «Канский». Идем, разговариваем, обсуждаем фильм. И так, я поворачиваю, крайне взгляда такой. Поворачиваю, так, медленно посмотри назад. А мы поворачиваемся, стоит Натали Портман. А еще охранники такие, еще как бы шли, увидели. Ну, вроде идут люди с показа. Ладно, и пошли типа все вместе. То есть там прям охрана, все дела. А в итоге мы вместе с толпой, с Натали Портман выходим. А там стоят все эти папарацци, они начинают фотографировать. Это было очень неловко вообще. Егор дышит сладким воздухом старого центра и иногда поглядывает на часы. У него встреча намечена с очень важным человеком. Ради этой тонкой блондинки известный режиссер всегда дела бросит. Стройная дама с точенной фигурой и такими же добрыми, как и у него, глазами. В Самаре Егора мама ждет. И в любое время, когда бы он не прилетел, всегда приготовит ему фирменный борщ. И в пять лет мы с Егором договорились. Я, будучи молодой мамой, сказала, Егор, я больше не знаю, как тебя воспитывать. Давай решать все проблемы вместе. Но вот с пяти лет мы договариваемся, как мы решаем ту или иную задачу. И так до сих пор. Спустя много лет уже непонятно, кто кого учит. Оба они преподаватели. Мама – педагог. А сын – кандидат искусствоведения и доцент одного из питерских вузов. Сейчас у него самый творческий период. Егор ищет себя и изучает язык кино. Я получаю огромное удовольствие просто от самого языка. То есть вот ты выставляешь кадр, и что-то работает. Да, магия происходит. Если она произошла, все, мне в принципе на этом достаточно. Можно фильм не монтировать. Мне, кстати, так много. Много всяких дурацких работ, которые сняты и не смонтированы. Потому что я уже все получил. Мама гордится, а сын только поводы дает. Через несколько дней их опять разлучат дела. Егор Чичканов поедет трудиться на благо магии кино. Но он обещает приехать в Самару этой осенью. Режиссер пишет сценарий и ищет крутую команду. Говорит, здесь виды хорошие. Лукавит. Лишний повод еще раз приехать домой. На этом у меня все. Увидимся завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok